Сегодня Чувашскому управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков передан штандарт ведомства. По этому случаю во Дворце детского и юношеского творчества устроили торжественную церемонию. Полотно к древку прибивали офицера и глава республики Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Собственное знамя Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков появилось только три года назад. С тех пор штандарты вручают только лучшим регионам страны. Там, где незаконному обороту психотропных веществ удается поставить заслон. Знамя встречают при полном параде. В зале не только наркополицейские, но и офицеры других силовых структур. Знамя Вашего Управления – это не только частица официального символа Федеральной службы. Это священная религия, знак верности Родине, доверивший Вам великий и тяжкий груз ответственности, за судьбы наших граждан и прежде всего молодого поколения. Торжественная церемония передачи знамени – это особый ритуал. К древку полотнище прибивают прямо на сцене. Молотком орудуют лучшие из лучших. Все они офицеры Чувашского Управления, причем шестеро носят погоны полковников полиции. На главу региона и начальника Чувашского Управления Евгения Барсукова возложена самая почетная миссия. К древку они сбивают специальную скобу. После оглашения текста грамоты знамя передают в дар ведомству. Теперь этот штандарт становится настоящей реликвией наркополицейских республики. Но сначала его во всей красе демонстрируют гостям церемонии. Я пожелаю вам, чтобы никогда в своей жизни вам не пришлось разворачивать знамя предчерзвичайных ситуаций, а чтобы использовать его только в особых случаях. Благодаря эффективному взаимодействию правоохранительных органов, органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, наркотическая обстановка Чувашской республики в целом остается контролируемой. На фоне других регионов антинаркотическую комиссию республики уже давно признали одной из самых эффективных. Об этом зашла речь на личной встрече главы Чувашии с начальником управления ПФО. Правда и преступники изобретают новые каналы сбыта. К примеру, через интернет. На этом пути необходимо поставить заслон. Это принципиальная позиция ведомства и руководства региона. Те жители, которые совершают преступления, они привлекаются к ответственности по всем нормам действующих законодательств. И мы в дальнейшем эту ситуацию сохраняем, будем только укрепляем. Сдавать позиции в борьбе с наркопреступностью ведомстве не намерены. На вопрос журналистов, чем ответит управление, приняв знамя, генерал-майор ответил кратко. Сегодняшнее событие, пожалуй, самое значимое с момента создания управления. Ответим мы работой, работой, еще раз работой. Работать наркополицейским предстоит, засучив рукава. В прошлом году в республике было выявлено более 700 преступлений. Сотрудники управления пресекли деятельности крупных ОПГ. В Чебоксарах была закрыта лаборатория, где производили амфетамин. А в одном из районов напали наслед дельцов, которые выращивали коноплю. Но главная проблема в другом. Растет количество преступлений среди несовершеннолетних. Этой ситуации ведомстве уделят пристальное внимание. По всей видимости, управление заслужит еще одну награду. По итогам года оно может попасть в двадцатку лучших по всей стране.